Приятно с вами встретиться. Наверное, такая сиюминутная встреча у нас была, вы помните. Я это помню, у меня в памяти, когда выборы были, определялись в комиссии нашу евразийскую. Прошло с тех пор немало времени. Вы, я так понимаю, уже в новой ипостаси, в новой должности. Но не только личные, но и государственные вопросы нас интересуют очень. В последнее время вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. И ваша мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и обладая резервами какими-то определенными, административным ресурсом и финансовым. По поддержке отношений между Беларусью и Россией. Когда мне доложили о вашем центре, я долго думал, чем же вы там занимаетесь, в этой плотной схеме отношений России с другими странами. Внимательно прочитал справки. Николай мне предоставил записку и увидел, что это одно из важнейших направлений сегодняшней жизни, и не только сегодняшней, а вообще любого государства. Поэтому мне очень важно было с вами встретиться, обсудить вопросы. Может, вы что-то предложите? Не может, а точно у вас опыт в этом плане есть. Ну и чтобы наш главный экономист в стране слышал наши разговоры и предпринял множество усилий для поддержки направления нашего сотрудничества. Спасибо, что приехали. Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего, спасибо большое за то, что вы нашли время встретиться со мной. Я представляю группу компаний Российского экспортного центра. Это четыре организации, объединенные в рамках единого холдинга. Две организации предоставляют финансовые меры поддержки. Это Иксар и Россексимбанк. Две организации не финансовые меры поддержки. Непосредственно РЭЦ и Школы экспорта. И, конечно, учитывая стратегическую значимость торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь, для нас, для группы Российского экспортного центра, Беларусь – это ключевая страна, в которой мы реализуем весь наш арсенал финансовых и нефинансовых мер в интересах российских, белорусских компаний, но, в конечном итоге, в интересах наших экономик.